Завтра в 6 утра после большого ремонта открывают путепровод на въезде в Бендеры. Сегодня на месте побывал президент Наталья Ткачук. С подробностями. Завтра утром люди поедут. Да, мы еще работы все проведем, все службы отработают. И утром будет уже движение по новым схемам. Да, ну и правильно вы сказали, надо обеспечить безопасность, чтобы люди привыкли к этому мосту уже, к старой схеме движения. И, естественно, поставить сотрудники ДПСГИ для регулировки потоков. Это надо сделать и придется. Путепровод на Панино – одна из самых важных транспортных развязок Бендер. Соединяет центр города с несколькими микрорайонами. Ремонт по поручению президента здесь начали еще в середине лета. До этого путепровод не ремонтировали почти полвека. После ремонта мост проверили на прочность. Пустили по нему два самосвала с песком. Это 42 тонны. Уверен, что это место станет теперь безопасным для проезда транспорта. Мы провели испытания под нагрузкой данного путепровода. Согласно заключениям экспертов, грузоподъемность данного моста повысилась по сравнению с теми нормативами, которые были в советское время. Вчера вечером глава Бендер проверил и освещение на путепроводе. Фонари плюс светоотражающие элементы. Трасса и пешеходная зона отлично просматриваются. Пешеходную зону сделали шире, удобнее. Теперь на тротуаре свободно могут разойтись несколько человек. Раньше вдоль поручней моста люди шли гуськом. Семьи с детьми, с колясками проверялись в крепость, пересекая проезжую часть, где можно и где нельзя. Теперь появилась зебра. Пешеходная зона теперь спускается вниз по склону и выходит на дорогу в сторону выезда на террасполь. Здесь уже есть ступеньки. Скоро на дороге установят лежачих полицейских и сделают разметку. Отремонтировали и дорогу под мостом. Также произвели мы ремонт дорожного покрытия под данным путепроводом. В этом месте оно было в неподвижительном состоянии, собиралась вода. Дорожники провели работу и в настоящее время вода будет уходить и собираться на проезжей части. По путепроводу завтра с 6 утра пойдут троллейбусы, маршрутки и весь остальной транспорт. Движение в городе возвращается к прежним схемам и привычному режиму. Без пробок. Наталья Ткачук и Леонид Мостак, ТСВ. Продолжение следует...